И всем привет, друзья! С вами снова я, Кёрпинг, и мы продолжаем наше прохождение Речта и Кланка 2, вторая часть Речта и Кланка 2 и вторая серия Речта и Кланка 2. Мы на планете Озла, потому что физвуджет, этот старичок, нам показал видео, как этот вор проходил через здание, вот это здание Мегакорп, он там был, да, значит мы можем найти этого вора именно на этой планете. Что ж, у нас два знака вопроса. Я предлагаю сначала пойти отсюда, а потом уже в здание, в само здание Мегакорпа. Да, значит, спускаемся, и что у нас тут сразу находится? Да, жалко, у нас нету Кланка, приходится прыгать вот так вот, сайдфлипы делать, так сказать, боковые прыжки, чтобы немножко ускоряться. Тут лучше взять бомбу. Да, уже скоро прокачается, я думаю, уже на половине получается, половина XP, половина опыта. А это у нас лансер. Смотрите, кстати, скоро жизнь тоже прокачается, видели? Сверху тоже у нас линия, прям очень-очень близко. Окей, мы прыгаем по каким-то динозаврикам. Вообще странно, короче. И остаётся ещё спросить, куда пропал Гаджетрон вообще? Компания Гаджетрон куда пропала? Всё же было хорошо, вроде Гаджетрон, а почему сразу тогда Мегакорп? Может быть мы в другой галактике находимся? Потому что в прошлой части Рэш-Текланка мы находились в галактике Солана, а сейчас мы в Богонь, по-моему, или что-то такое. Осторожно, хищные цветки. Так, я грохнулся. И что, получается? Да, наверное, просто здесь нету Гаджетрона, так что мы всё покупаем от Мегакорп теперь. Опять нас ожидают вот эти странные динозаврики, дракончики вообще. Почему они тут просто ждут, пока кто-то на них сядет, да? А я мог туда пойти, да? Странно. Да, кстати, в плане стопроцентного прохождения... Ух ты ж, ё, что сейчас было? Опа, на. Видите, да? У нас теперь 5 жизней. Добавилась новая четверть круга, и у нас теперь 5 ХП. Да, я хотел вам сказать, что касается стопроцентного прохождения, тут также есть 30 скиллпоинтов, после которых можно получить разные читы. Потом тут есть те же самые болтики, только они уже не золотые, а латиновые. Их также 40. И на этой планете, мне кажется, где-то уже рядом тут есть. Они, кстати, ещё нужны, чтобы прокачивать пушки, ну, в плане не урона, а в плане модификации. Можно потом ещё модификации пушек делать, что очень круто тоже. Значит, мы тут прыгаем, как всегда, под этим цветком. Ух ты. Много-то. И что тут у нас? Опа, а там какой-то чувак стоит. Давайте тогда скатимся с горочки, что нам интересно скажет. Добро пожаловать! Занимайте свои места, мы переходим на сегодняшнюю демонстрацию. Сначала мне нужен доброволец. Кто-нибудь? Прекрасно! Ваше имя, сэр? Рэчет. О-о-о! И вот он, транспортный луч Мегакорп в действии! Давайте отдадим его нашему волонтёру! Сэр, как насчёт того, чтобы воспользоваться нашим спецпредложением? Это тот же самый чувак, которого мы видели в видео, да? С карточками там. И он хочет нам продать за тысячу болтиков транспортный луч. Ну, давайте купим! Спасибо, сэр! Уверен, вы не разочаруетесь! О-о-о, вот это да! Смотрите, у нас уже сразу же на первой же планете появляется какой-то новый гаджет. Тут я знаю, уже есть платиновый болтик. Я вам покажу, смотрите. Его отсюда можно уже достать, да? Он прикольно, кстати, выглядит. Тоже такой светится, серебряный, типа. Но на самом деле это платиновый. Ну, а на самом деле, куда нам надо идти, это вот сюда. Поставим вот эту колонну. Нормально. И что теперь? То есть мы сделали этот путь, чтобы взять вот этот гаджет. Мне кажется, он тоже нам пригодится в будущем. Потому что я помню еще в первой части, наш первый гаджет, это был свингшот на планете Кер-1, да? Ну, а сейчас у нас транспортный луч тут находится. Окей, что мы будем сейчас делать? Сейчас мы пойдем вот туда, на этот знак вопроса, в здании мегакорпа. Лучше я возьму... Нет, не это. Гравитационную бомбу, вот. Она, кстати, уже скоро прокачается тоже. На половине она находится от прокачки. Забиваем всех этих светлячков, они нам тут очень сильно мешаются. Да? Нормально? Все у нас тут работает. Вообще красава. О! Это тот самый чувак, что он тут делает? Алло. Нет! Ты вообще куда ускользнул? В землю просто. Что он сделал? Очень странно вообще. Что происходит здесь? Это что, какой-то мутант или призрак? Что он под землю уходит? Это ненормально, чуваки? Ну вот. Доходим уже до сюда. Почти до здания дошли, смотрите. Вот. Ох ты! Тихо-тихо-тихо. Я чуть не упал. Точнее, я упал. Но я думал, что я умру, если я просто трону вот эту жидкость. Но оказывается, мы не тонем. То есть, не сразу тонем. Я думаю, мы тонем, если мы останемся достаточно долго. Ух ты! Вот эти лампочки ломаются, кстати. Прикольные детали сделали разработчики. В первой части, по-моему, нельзя было ломать такие детали. А в этой части уже можно. Кольно, чуваки. Слушайте. Реально очень крутая часть. О! Смотрите, у нас уже сразу появляется первый босс на первой планете. Лол, что? Серьезно. Кстати, гравитационная бомба тоже скоро прокачается. Нужно ее, наверное, прокачать. Просто я думаю, если я убью этого чувака с гравитационной бомбой, то она может, эта бомба, прокачаться, я думаю, да? Нет? Ух ты! Сколько увеличилась линия! Вы это видели? Это же просто жесть. Она почти до конца увеличилась. И у нас уже достаточно денег на сюрикены. Потому что сюрикены стоят 5 тысяч. А у нас сколько денег? 6 тысяч. Да? Ну да. Все логично. Простая математика, что? О! Смотрите, что там светится. Это, наверное, еще один гаджет. Вы серьезно? Сколько тут гаджетов можно найти? Ну мы же находимся, типа, на планете Мегакорпа. Я так думаю, это нормально, что тут гаджеты всякие. Мы получили динамо. Или динамо, я не знаю, как это правильно произносить. Что эта штука нам позволяет делать? То есть, смотрите, видите, да? Вот сюда мы не можем допрыгнуть. Конечно же. Но если мы возьмем наше динамо, активируем вот эту фигнюшку зеленую, и у нас появляется зеленая платформа. Она нам помогает подниматься. Тоже очень нужная вещь. Без нее никак. Ух ты. Тоже сразу нас приветствует какой-то голос, да? Мегакорп, типа. Давайте, динамо опять. И появляются платформы. Осторожно, самое главное тут не грохнуться. Лансер. Да, как вы заметили, кстати, еще игра ставится на паузу, когда мы нажимаем на инвентарь. Что тоже очень удобно. В первой части такого не было. Все очень легко. Так, лучше здесь гравитационную бомбу. О, она, кстати, прокачается, да? Нет? Давай. Ооо, смотрите на эту анимацию! Она, кстати, форму меняет. Смотрите, у нас теперь супергравитационная бомба есть. Она была просто гравитационная бомба, теперь это супергравитационная бомба. И уже оранжевый значок получается у нее, да? Я думаю, так произойдет с любыми пушками. Получается, она уже сейчас прокачана на максимуме, можно так сказать. Это максимальный уровень. Осторожно, в пропасть надо не упасть. Точнее, не надо упасть. Или надо не упасть, какая разница. Давайте. Динамо. Ооо, тихо, чуть не упал. Осторожно. Вау, 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 что это сейчас было? Блин, конечно же, надо брать эти коробки. Но я думаю, голос я не буду вам переводить. Все, что он говорит, это просто, типа, добро пожаловать в Мегакорп. В Мегакорп нужно приходить с белой рубашкой, что-то такое, короче, какую-нибудь фигню мелет. Так что я не буду переводить этого чувака, но зато буду переводить все кат-сцены. Что тут у нас такое? Мешается тут все вообще. Да, опять он нам что-то болтает. И сразу тут видно какой-то экран. Рэчет, входите. Вы здесь? Я всегда здесь, мистер физуиджет. Послушайте, у нас есть новые проблемы с экспериментальным образцом. Вор был найден в станции Мактар Мегакорп. Кроме того, бандиты поставили массив помех размером с луну на орбите Мактар. Я должен его сломать? Совершенно верно. Это мешает нашей ежегодной трансляции галактических гладиаторов. Посмотрите сами. Спросите себя, настоящий ли вы мужчина, герой или достаточно сумасшедший, чтобы выйти на ринг с двумя самыми ошесточенными воинами в галактике? Если вы ответили да, значит вы лжец. Это нормально, потому что Мегакорп привезет галактических гладиаторов в ваш дом на специальное мероприятие Мегавью. Во-первых, это выживание самых сильных в нашем биосоревновании. Будьте здесь, когда Чейнблейд, Чейнблейд развяжет свою ярость на наших гладиаторских конкурентах. Чейнблейд прошел непобежденно в 500 матчах подряд. Но если биологическое подразделение не сделает это за вас, это сделает наше роботехническое подразделение. Попробуйте адреналин, как участники сражаются с нашим четырехруким бандитом. Б2 броулером, броулером, броулером. Ни одно живое существо не сравнится с этой машиной. Смотрите, как шесть тонн углекислого сплава охотятся за его добычей. Нет утешительного приза, потому что этот плохой парень запрограммирован, чтобы убивать. Так чего же вы ждете? Звоните прямо сейчас, чтобы привезли Чейнблейда и Бройлера Б2 в твою гостиную. Но не забудь убрать фарфор. Ха-ха-ха. Галактические гладиаторы только на Мегавью. Позвоните своему провайдеру. Чейнблейд. У меня есть координаты. Конец связи. Хорошо. Значит, что тут вообще происходит? Физу-джет нам дал координаты на станцию Мактара. Ну а также там мы узнали, есть арена какая-то. Арена гладиаторов галактических, да? И это очень круто, потому что, ну блин, у нас такого никогда не было, чтобы мы смогли сражаться в какой-то там арене. Это будет очень круто. В следующей серии мы отправимся на станцию Мактара. И сейчас у нас тут нечего уже делать. Мы уже все доделали на этой планете. Обязательно надо будет найти клан, который мне уже не терпится, блин. Без него как-то все медленно проходится, что-то. Так что на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Керплинг. И если вам понравилось это видео, почему бы вам не поставить лайк и не подписаться бы на мой канал? Всем удачи и всем пока!